сумасшедший здорово да я смотрю тебе понравилось слушай тут кто-то хочет еще прыгнуть бля кто же еще то блин с кем-то только разговаривал настю мою беру это чё за масть настю маленьк это кто мастер тренерша наша а все понял он понял с валероном я бы с удовольствием снял только для этого надо в питере очутиться возможно очутимся я билеты взял субботу лечу в астрахань все субботу семинар в астрахани ребята 24 числа будь семинар в инферно 24 кто не слышал имейте ввиду 24 ну да мне тоже понравилось я думаю часа в три предварительно мы сейчас это тут додумаем там как получится приехать у серёги с дашей и короче мы время там в общем ориентир на 24 ребят образование никогда лишним не будет я не считаю что это пустая трата времени образование никогда лишним не будет сань в субботу если я не пойду на свадьбу кашоту он не яйца отстрелит или отрыжет нахуй под я просто проебал свадьба на свадьбу идем в субботу он не просто зарыжет это пиздец вот так что я в субботу на свадьбу 23 вот так что блин я просто тупанул жесткого договорились с серёгой с дашей на 23 про это вылетела из головы мне надо обязательно быть на свадьбе почему gopro потому что gopro hero black без экрана продается silver с экраном но настоящие настоящие блогеры берут black все берут black silver вообще никто не покупает да она без экрана садится за пять минут а с экраном за одну минуту сядет батарейка да нахер он не нужен этот экран я вообще в нем не нуждаюсь абсолютно но я просто ни у кого silver не видел я вот кого бы не было gopro у всех black нахер не нужен этот экран вообще я могу с телефона посмотреть можно отдельно купить саня у лежит отдельно ты смотрел хоть раз него смысла нет нет ребят gopro снимает таким широким углом там буквально один раз поснимал ты уже и так все знаешь где на каком расстоянии под каким углом черт вообще не напрягает я тоже сначала когда покупал думал были silver там кстати разница в записи количество кадров на высоком расширении black снимает на высоком на высоком расширении 100 кадров в секунду а это silver снимает 50 кадров это единственная разница по-моему да сань 4к я не снимаю тут 1080p монтировать тяжело на компе там такое качество она выдает на хорошем свете а 4к я даже не пробовал 4к блин надо проигрывать или просмотра ставить по моему edius вообще хавает 4к но это это так нагрузит ком что блин нет смысла в 4к потому что все равно на сохранении там ужмется там не знаю как бы 4к есть смысл снимать на природе какой-то красивый ролик такой чтобы прям но вот я подписан дайвинг супер трамп по моему канал есть они 4к снимают и там они действительно делают супер ролики нам чего свою рожу снимать 4к это не логично потом лет сидеть тупить на монтаже жестко вот именно что конечно на сто процентов принимаю участие кто здесь куку привет кто это сайте привет это что не привет она скачка переписывать нет у меня конечно полина тащит все но естественно все у меня под контролем ну по крайней мере стараюсь что все под контролем был кстати вот карина смотрели ролик как вам старались красивый ролик сделать с разными кадрами очень много сняли материала и такой попсовый ролик чисто вот я его назвал попсовый потому что он смотрибельные для любых людей абсолютно не только нашей тематике но там сразу появились там сразу появились доброжелатели пипец ребят на 13 минутные ролики смотрятся намного больше и лучше они заходят чем там 40 50 60 минут легче но никто не досматривает если там будет вот этого материала вот даже последний кадр где мы сидели общались он уже как бы я не думаю что его кто-то досматривает понимаете потому что ролики до 15 минут смотрятся намного больше вован ты-то понятно смотрел ты-то там в первой части ролика сделал свои дела потом досматривал спокойно в первые две минуты первые две минуты я там присутствовал ты чё там там только после второй минуты началось все вован ждет блин вот вован классный парень он любую шутку ему нормально заходит и сам тоже ждет над собой умеет посмеяться это не всем дано и как бы безобидно далек ты пропустил вован только что заявил что он тебя порвет на битве битве дрищей вован короче кинул вызов сказал что типа порвет просто как тузик грелку да да вован вот именно он ты ему кинул вызов ты чё дрищ против химика но битва будет когда лег ты 120 килограмм наберешь все как только ты 120 килограмм набираешь мы на ринг идем вот а вован сколько успеет на турашку на кубике уже не наш проблем до 70 наберет да нормально что я долго ходил так потихонечку без быца шик без аргинина вообще как-то грустно только пыли суде до full body да я снял на видео я думаю там что-то можно будет что-то у меня не первая там перезаписывал я просто почитал комментарии к выпуску карины и когда записывал вступление обоссал хейтеров потом потренировался потом опять перезаписал вступление еще раз обоссал не выдержал потом опять перезаписал блять там думаю их нахер друг дачу потому ничуть ну посмотрим что там получится игре выбранного чё про него сказать не знаю давно его не видел я его последний раз видел знаете когда когда его подвозил серега кулаевым на вокзал это было два года назад они выступали в москве здесь на чемпионате весной и я потом их с серегой кулаевым и игоря подвозил до этого на вокзал они уезжали в питер вот последний раз тогда видел игре да не трогай говно не будет вонять там какой-то блять дуба еб написал типа типа какие-то комментарии я удаляю я удаляю редко ну реально какого-нибудь мудака вообще такого конченого просто закончено редко причем удаляю блокирую его нахер и все но просто от ну глухой шлак просто вот если там кто-то чего-то там конструктивно поливает говном я их не трогаю я думаю они сами себя больше поливают говном чем они пытаются как-то похитить там ролик или еще что-то поэтому я специально оставляю чтобы люди читали и думали какие же мудаки блять существуют просто поэтому я их не удаляю не из там какой-нибудь мудак чем-то написал там я там грубо говоря в рот всех ебал и все полетел отсюда нахер и все а если танку не хейтер конструктивно излагает свое гнилье я их не трогаю так что такие дела нет аргинин в капсулах я закидывал перед тренировкой надо сейчас купить все заказать сейчас закажу домой приеду на пит профи зайду они завтра притаранит мне уже надо купить у меня все закончилось валерон выложил видос о чипа смотрим охрененно ну да мы немножко живем в хомяке на youtube канале посмотрите последний ролик там есть рекламка есть телефон напишите в ватсап ваш ваш вопрос или там предложение какое-то и я отвечу ближайшие дни я просто нет нету времени прям прям времени просто нет сегодня бля вот вообще с 9 утра и сегодня в 7 утра встал дали во сколько все 730 и все я в 9 уже в клубе охренеть можно я режим пытаюсь менять вот так ребята в среду мне привезут жратову grow food так мой промокод водянов если кто будет заказывать не забудьте указать промокод водянов и вы меня приблизите путешествие на юг в италию не забудьте только до 16 9 так не забыли промокод водянов при заказе питание grow food но но у меня самый максимальный этот на массу которые 7 дней 5 разовое питание там две с чем-то 1000 я думаю это половина рациона точно как бы дневного моего будет половина еще добавлю и вообще отлично будет вот я думаю что а ну мы сегодня обсуждали как бы рассказывали ребята так и делают они вот эти пять приемов ну как-то за три там завтрак идет потом второй прием их можно в один хуяк потом идет такой нормальный прием его за один можно и пару еще круче за три приема эти пять заколбасил и еще своих там парочку троечку добавил вообще отлично ваван дрищ фут но мы пока это самое поработаем на три месяца и короче подписался вот поработаем потом дрищ фут откроем 5 для всех 3 до 5 для всех 3 до с примерно все так едят не нормально заходит я вы видели наверно сейчас кому на страницу спортсменов не зайдешь все рекламируют от grow food но там смотрите какая система есть спортсмены ну так скажем более высокого уровня они на контракте остальные как бы на ну таких на промо акциях то есть за обмен они грубо говоря там высылают разовые какие-то кормежку там на один на два на сколько-то дней до с кем как договорятся и они их там репостит либо фотографируются в аван все в твоих руках только в твоих руках вот ну в общем как то так так давай потихонечку двигаться в общем как связь разорвется так значит все так что бля чуть скрипит нахуй надо клёхи ехать смазать хаммер прошприцевать учет скрипит ходу вот так что это сама но смотрите мы еще не разговаривали с ну чередителем он сейчас в москве заезжал ко мне он как бы сразу говорит ван никаких там этих нам не надо там вранья там подлизывать все чистая правда если косяк какой-то нашел сразу говоришь о нем это первое да то есть чтобы опять же на наладить и больше производу улучшить качество так скажем это тоже они приветствуют то есть ничего не замалчивать если где-то косяк там в доставке в самом вкусе питания еще где-то обо всем как бы сразу докладывать не замалчивать вот потому что он будет бывает разное работают люди повара готовят там все это дело до где-то что-то это для улучшения качества и сервиса и он говорит что высказывать чисто свое мнение о каждом продукте о том что ты ешь и делать это как бы открыто для того чтобы опять же возможно менять какие-то какой-то меню чтобы была какая-то здравая оценка потому что если действительно что-то они запустили в какой-то прием пищи и это действительно что-то такое шляпа какая-то высказываешь свое мнение возможно это поменяется и улучшится поэтому работа в таком мне нравится как бы такой подход что мне не надо блять рекламировать говно который реально ковно на камеру там делать вид что ты это ешь блять а сам потом взял и выкинул вот этого здесь нет так что такие дела но вот среду привезут будем пробовать я еще не пробовал ни разу такая ты нужно для улучшения сервиса качества понимать там просто настолько такая рекламная компания сильная среди спортсменов на имени спортсменов строятся ими компании и поэтому я не думаю что там кто-то пиздец все едят реально вот это все едят вот я уже говорил что спортпит я вам отвечаю блять практически никто не жрет спортпит который рекламирует если это конечно не топовые бренды какие-то а топовые бренды это американские бренды которые вот реально старые древние которым уже по 20 лет оптимум универсал там да там twin lab pro lab там такие вот сан еще какие-то топовые вот их сан да дорогой но у меня на пристан не нравится у сам я аргинин там бы бы сашки а вот протеины я у них никогда не ел вот так что спортпит вот бля буду никто не жрет тот который рекламирует а здесь еда блять чё не жрать то блять тебе привезли макароны блять с мясом нахуй жри его ряду тебе не нравится рекламируй вот так что разговор о том чтобы делать свои замечания конструктивные о вкусе там да и иди ты не буду я тебя на капот сажать блять а посралась нахуй штаны он мокрый уже наложила блять вот так что будем жрать рассказывать вот ну и радует что компания достаточно сильно серьезная на рынке захватила уже достаточно много клиентской базы развивается вот перспектива выйти на вообще всю россию так что фарш это если бы она через решетку просочилась бы на вентилятор ее бы там порубила привет привет так в общем ребят едем пока связь не вырубится вырубится тогда все всем привет привет в какой чё надо как ничего не купила грудка есть дворог есть все есть овощи есть кваса пол холодильника grow food ну на данный момент это только москва и питер и подмосковье до 50 километров вроде бы хавку с корон дорого и не очень вкусно но на любителя я пробовал андрюхи на питание когда у него на открытии был я еще с собой там пару пакетиков прихватил не понравилось я ничего плохого не скажу по цене да по цене как бы ну явно да тут что тут говорить достаточно открыть приложение посмотреть цены вот но я не могу ничего плохого сказать хотя наверное я должен говорить блять спонсоры меня щас пизды дадут ёбана в рот все все ускоромного вообще тухляк полный блять пиздец не берите вообще ускоро grow food только в grow food берите были так блять на трансляцию удалить срочно но в любом случае вы знаете они нормально относятся к андрюхи они даже чуть там как-то я думаю даже знают друг о друге и какие-то взаимодействия может быть даже были потому что но они не конкуренты grow food как я понял вообще как бы внимание не какого не уделяет этому потому что у них свой рынок своя ценовая политика и они мне кажется идут верным путем верным путем идут надо короче просто сесть посчитать вот реально взять вот я своими глазами просто блять посмотрю мы с вами сядем посчитаем взвесим все блять сколько там гречки сколько там риса сколько там мясо сколько там всего потом это все переведем на цифры переведем это на походы в магазин переведем это на готовку на геморрой с мытьем посуды и примем решение выгодно это или нет вот я так что-то даже подразумеваю что даже просто посад по цене я блять вот хожу в магазин пятерку блять выкидываю а чё купил блять хуй поймешь на два дня не хватило не выгодно почему это не выгодно вот я считаю мне кажется блять надо посчитать просто чтоб голословно мне я пока не могу сказать есть надо попробовать надо все увидеть своими глазами вот мне в среду привезут я вам покажу будем сидеть вместе ковыряться вилка являет смотреть что там ну я вот говорю я вот хожу в магазин у меня что-то врядь такие суммы то то три то пять тысяч причем это пару-тройку раз в неделю раза три в неделю на она забегаешь по 3500 выкидываешь того 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 взял блять чипец и куда все играть улетает хер поймешь ну может быть на двоих мы берем но не знаю что за грудки за 3к я допустим беру медальоны полкило стоит рублей сколько там 170 что где туда но где-то 350 пусть килограмм это медальоны да они конечно не дешевые можно грудку взять день за 250 я так думаю медальоны где-то 300 там 20 340 350 это по-разному так пример стоит ну просто реально и приятнее есть эти медальоны они намного мягче ну вот да и средняя цена грудки сейчас а мне только смотри подожди 250 это еще хер найдешь перекрестки по-моему грудка стоит 299 что ли что-то я такое вспоминаю блять грудка записи 155 рублей это скорее всего замороженные желе которое разморозишь там блять больше половины воды вытечет мы что-то такое заморозку как-то взяли охуели за 150 рублей с этим но люди которые допустим время ценят время которое тратит на походы в магазин